Вороб Гулит играл не в центре обороны, Вороб Гулит играл в центре поля. Калашинац, на левом фланге можно подавать, удар и каким-то чудом... Ну и вот тут веселое такое празднование, скорее забавное. Джак и Свелдбухов говорят друг другу, это ты молодец, не это же ты молодец. Потому что и футболисты не сразу разобрали. Косильни, Азил, хорошая передача от Азила, проходит Лаказет, бьется, мы 2-0. Второй мяч забивает Александр, такое частенько видели поклонники на французских стадионах. Давайте еще раз смотреть, здесь несут Азил, казалось бы, не самая очевидная делает передачу, но на Танаке. Это вместе с Рэмзи, мяч они себе забирают, Азил справа набирает ход, Уэлбек получает удар и 3-0 становится счет на 50-й минуте матча. Дани Уэлбек оформляет дубль. Вот так, давайте смотреть, здесь Гостринг немножечко завозился, обокрал его сзади Лаказет, с мячом оказался Аарон Рэмзи, здоровую передачу и в касании.